Сегодня продолжаем читать книгу «9 признаков здоровой церкви». Шестой признак здоровой церкви по этой книге – это библейское понимание членства церкви. Хорошая тема. В какой-то степени то, что мы сегодня знаем, как членство церкви, в кавычках, не соответствует Библии, мы не располагаем свидетельством христиан первого века, живших, например, в Иерусалиме, и решивших примкнуть к тому или иному собранию христиан. На основании наших наблюдений мы можем сделать вывод, что тогда не существовало вопроса выбора церкви, так как в каждой области была только одна церковь. В этом смысле нам неизвестен ни один список членов церкви в Новом Завете. «Хоть и существуют перечни людей, связанных с церковью в Новом Завете, но они являются либо вдовами на попечение церкви». 1 Тимофея, 5 глава, там написано про это. «Вдовиц, почитай истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». «Истинная вдовица», там про вдовица, в общем, говорится, что они были на попечении церкви. Или же это имена, вписанных в книгу жизни Агнца, Филиппийцам 4.3. Филиппийцам 4.3. «Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». «Откровение 21.27». «И не войдет в него ничто нечисто, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть не войдут те, кто не войдут в город Иерусалим, в Новый Иерусалим. В то время человек не вступал в ряды церкви, как это делается сейчас. Практика церковного членства среди христиан образовалась как попытка помочь нам поддерживать друг друга в ответственности и любви. Отождествляя себя с определенной церковью, мы даем знать пасторам и другим членам данной поместной церкви, что мы намереваемся быть посвященными в посещении, пожертвовании, в молитве и служении. Мы даем церкви право ожидать от нас большей отдачи в этих сферах, и мы в то же время даем знать, что данная поместная церковь ответственна за нас. Мы заверяем церковь в нашем решении служить Христу совместно. Совместно с нами. И мы ожидаем с их стороны посвящения служить нам с любовью и вдохновлять нас в процессе нашего ученичества. Ученичества у нас вот не хватает. В этом смысле идея членства церкви соответствует библейской идее. Эта идея происходит, среди прочего, от сопоставления поместной церкви с анатомическим телом, описанным Павлом. То есть, Библия сравнивает церковь с телом Христовым. Точнее, даже так называют, что это и есть тело Христово. Также оно происходит от того факта, что Христос спас нас по своей милости и поместил нас в церкви, чтобы мы служили Ему в любви, по мере того, как мы служим другим. Она исходит от наших взаимных обязательств, описанных в тех отрывках Писания, в которых встречается словосочетание «вместе» и «друг другу». Все это входит в завет здоровой церкви. Смотрите приложение. «В завет здоровой церкви». Не должно восприниматься, как нечто неожиданное, то, что проведение нашего восприятия благовестия и обращения и евангельских понятий в соответствии с Библией влияет на то, как мы воспринимаем членство церкви. Мы начнем воспринимать членство все меньше, как бесконтрольное принятие всех, которое полезно лишь так иногда, но все более, как постоянную ответственность, вовлекающую нас в жизнь друг друга ради Евангелия. Мы начнем воспринимать членство все меньше, как бесконтрольное принятие всех. Такое ощущение у меня лично возникает. У нас в церкви как бесконтрольное в каком-то смысле. Есть контроль определенный, но часто слышится такая фраза, что мы не можем определять, кто верующий, а кто не верующий. Но у меня вопрос возникает опять же к этим людям, повторяюсь уже, раньше до этого говорил. Если мы не можем определять, кто верующий, а кто не верующий, тогда давайте бесконтрольно крестить всех. Вот я, хорошая фраза, бесконтрольное крещение. Или принятие членства. Мы начнем воспринимать членство все меньше, как бесконтрольное принятие всех, которое полезно лишь иногда, но все более, как постоянную ответственность, вовлекающую нас в жизнь друг друга ради Евангелия. как бы, не знаю, может быть, служители нашей церкви и не хотели бы, чтобы так происходило, что церковь наполняется неверующими людьми. Но чаще всего так происходит, что ну, то есть, я уже до этого говорил как-то в видео, то есть, общаешься с человеком, ну, и понимаешь, что он, этот человек, скорее всего, неверующий. По крайней мере, нужно подождать, что будет дальше. И не принимать его вообще. У нас членство церкви принимается тогда, когда человека крестят. То есть, если человек крестился в воде, то он член церкви. Это у нас так принято. Вот. И он воспринимается как верующий человек, рожденный свыше. Многими, по крайней мере, воспринимается. Хотя понятно, то есть, что и говорится о том, что человек невозрожденный может и креститься, там, и так далее, и служить, однако, он может быть и невозрожденным вообще. То есть, об этом говорится, с чем я согласен. Но, вот это принятие в членство, оно, наоборот, не помогает людям так думать. Хоть и говорится об этом, что член церкви не обязательно верующий, но при этом на практике восприятие, то есть, вообще, как тогда работать с такими людьми. То есть, не нужно тогда воспринимать их в членство церкви. Если мы видим, что этот человек какой-то странный, когда один из членов церкви подходит к пастору и говорит, что надо потерпеть, подождать, там, не знаю, или, по крайней мере, общаться с ним, что-то дальше, работать, но не крестить его, не принимать в член церкви, и если пастор не слушает и не принимает этого, ну, и просто да-да-да, а сам крестит, то, получается, никакой работы не происходит, и люди опускают свои руки, так сказать, и не собираются дальше работать, ну, не хотят, по крайней мере, или, по крайней мере, это подталкивает к такой идее, что какая разница, ну, что я подойду к пастору, скажу про этого человека, ну, там, я с ним общался, его все равно крестят, какой смысл тогда мне, ну, то есть, вот такое, вот как тут и написано, что бесконтрольное принятие всех, вот, и надо это избегать, конечно, не является чем-то необычным обнаружение большой пропасти между списками членства церкви и числом активно задействованных людей, представьте себе, церковь с членством в 3000 человек, в которой всего 600 регулярно посещают собрания, боюсь, что сегодня многие пастора евангелических церквей будут больше гордиться членством на бумаге, чем беспокоиться реальной посещаемостью. Согласно последнему исследованию конвенции южных баптистов, данное положение вещей является типичным среди церквей южных баптистов. Среднестатистическая церковь южных баптистов состоит из 233 членов церкви на бумаге и 70 посещающих утреннее воскресное служение. А разве наша ситуация с пожертвованием лучше? С пожертвованием лучше? Есть ли церкви, бюджет которых равняется 10% собранных вместе ежегодных доходов членов этих церквей? Есть ли? Не считая, ну я думаю, что очень маленький процент пожертвований. Не считая тех случаев, когда физические ограничения снижают посещаемость или же финансовые трудности препятствуют пожертвованиям, не предполагает ли данная ситуация, что членство было представлено как необязательное вовлечение в жизнь церкви? Точно. Членство было представлено как необязательное вовлечение в жизнь церкви? Лично, ну, сколько я вижу, у нас в церкви так. Членство чаще всего оно не представляется, то есть людям то ли не говорится, то ли люди сами не воспринимают это, которое крестится в основном, я имею ввиду. вот реально очень много, большой процент людей, тех, кто крестится, ну, допустим, из 10 человек, там, только один может быть вовлечен в жизнь церкви, реально, то есть, видно, что он вовлечен в жизнь церкви. Я не имею ввиду, там, голосование, практически, ну, многие голосуют, ходят на членство, и то, на членских собраниях должно, допустим, 100 человек быть, но приходит, там, 50 человек, к примеру, половина, там, или чуть-чуть больше половины. Вот, и, конечно, я тоже согласен, что физические ограничения какие-то, может быть, быть у людей, и они поэтому не посещают церковь, это может такое быть, это не считается, то есть, не считая в счет вот эти моменты, то есть, эти люди крестящиеся, они в основном чаще всего физически, они могут прийти, там, посещать, думать, учиться, заниматься ученичеством, но, по факту, они не не вовлечены, просто человек крестился, для чего он крестился, в то же самое время, кстати, нужно спросить одного человека, почему он хочет креститься, в то же самое время, тогда что, тогда что означает такое количество членов на бумаге, числа на бумаге могут также легко дать, стать идолом, как и резные фигурки, возможно, даже еще легче, но именно Бог будет оценивать жизнь каждого из нас, и он будет взвешивать скорее наш труд, чем считать наши числа, он будет взвешивать скорее наш труд, чем считать наши числа, если церковь это строение, то мы должны быть его кирпичиками, если церковь это тело, то мы его члены, если церковь это братство веры, то она ожидает, что мы будем частью этого братства. Овцы находятся в стаде, а ветви на лозе. Согласно Библии, если человек является христианином, то он должен быть членом какой-нибудь церкви. Вот с этим сто процентов согласен, и у нас вот это понимание есть такое точное, четкое, ясное, что если человек является христианином, то он должен быть членом какой-нибудь церкви. хотя и тут есть своя размытость определенная, то есть если начать копаться в этом, оставляя в сторону конкретные частности, будь то введение списков членства на белых карточках или же на компьютерных дисках, мы не должны забрасывать наши регулярные собрания евреям 10-25, и там по-моему так и написано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте дня, приближение дня онного. Это членство не просто запись заявления, сделанного нами однажды, или же привязанность к знакомому нам месту, оно должно быть отображением нашего живого посвящения, иначе оно никчемно, или же даже хуже, чем никчемно, оно опасно, не вовлечения в жизнь церкви члены вводят в заблуждение не только истинных членов, но также и нехристиан, точно, относительно того, что означает быть христианином, вдобавок к этому активные члены церкви никоим образом не служат неактивным членам, позволяя последним оставаться членами церкви, ибо членство есть всеобщая поддержка спасения человека. Классная фраза. Членство есть всеобщая поддержка спасения человека. Опять же, это должно быть ясно, понятно. Членство в церкви является всеобщим свидетельством этой церкви спасения отдельного члена. Итак, членство в церкви является всеобщим свидетельством этой церкви спасению отдельного человека. В то же самое время, как собранию церкви честно засвидетельствовать, что кто-то невидимый для него верно проходит надлежащее ему поприще. Хороший вопрос. В то же самое время, как собранию церкви честно засвидетельствовать, что кто-то невидимый для него действительно много членов церкви, которые невидимые. Невидимые члены церкви точно. Только надо записать невидимые. Хорошая фраза. Невидимые члены церкви. такие невидимки. Ты их только видел тогда, когда они крестились. Таких очень много. Это и сестры, и братья. Они вроде бы крестились. А где они? Непонятно. Что с ними? Знаешь только, что они в городе Девногорске живут, например. и все. Если так называемые члены покинули наше общество и не примкнули к любой другой церкви, верящей Библии, то какое доказательство мы можем представить тому, что они когда-либо были частью нас. Верящие Библии. Вот эта фраза верящей Библии я тут просто до сих пор не могу отойти от этого разговора. Вспоминается мне это постоянно. Сейчас по крайней мере вспомнилось. Человек член церкви говорит я не верю, что Библия это истинная. Она же переписывалась и этот член церкви говорит. Я думаю, что или этот человек вообще не верующий. Что больше я склоняюсь к этому уже за все года, которые уже сколько лет знаю этого человека. Но вот церковь наполняется неверующими людьми и вот это само по себе членство, но действительно какая-то никчемность в этом тогда уже получается. членство церкви должно быть какое-то быть здравое. Не надо воспринимать людей в членство церкви бесконтрольно. мы не можем знать наверняка, что такие незадействованные люди не являются христианами. мы не можем знать наверняка, что такие незадействованные люди не являются христианами. Мы попросту можем быть не в состоянии подтверждить, что они таковыми являются. Автор книги говорит, что мы не можем подтвердить, что вот эти люди они ну допустим какой-то человек, что он христианин. А у нас такая идея, я часто слышу у нас в церкви, что ну то есть автор говорит, что мы можем определять, кто христианин, кто не христианин. И это нормально. И это хорошо. А у нас как такая идея распространенная у нас в церкви, что нет такого права тебя определять, кто христианин, кто не христианин, кто верующий, кто не верующий. Это не библейская идея на самом деле, точно. Нам вовсе не обязательно сообщать им о том, что они направляются в ад. Вся загвоздка в том, что мы не можем с уверенностью объявить им, что они направляются в рай. Вообще классная фраза. Нам вовсе не обязательно сообщать им о том, что они направляются в ад. Вся загвоздка в том, что мы не можем с уверенностью объявить им, что они направляются в рай. Для того, чтобы какой-нибудь член церкви на практике член церкви на практике ... тут как-то фраза вообще не совсем понятно. В общем, я так понял, мысль такая, что согласованность Библии и членство от нее не требует совершенства, но честность. То есть от церкви... А, не все правильно. для того, чтобы какой-нибудь церкви на практике являть согласованное с Библией членство, от нее не требуется совершенство, но честность. Это требует не голословных решений, а реального ученичества. Вообще супер. Это требует не голословных решений, а реального ученичества. Реального ученичества у нас попросту. Если в общем оно есть, очень минимальное. Ученичество у нас очень минимальное. Это огромная проблема у нас в церкви, и я думаю, это огромная проблема в других церквях. Ученичество, реальное ученичество. Действительно, этому годами никого многих не учили, поэтому я думаю, что даже не с этим связано, это даже не оправдывает, потому что сама Библия учит ученичеству. Вот в чем проблема. То есть получается очень поверхностное отношение к текстам в Библии, где говорится об ученичестве. Вот на самом деле. То есть не обязательно, чтобы тебя кто-то учил, чтобы начать ученичество. достаточно просто действительно подчиняться тому, что говорит Библия. Членство не состоит исключительно из переживаний отдельных людей, но из всеобщего подтверждения заключивших завет с Богом и друг с другом. Лично я надеюсь увидеть больше смысла в числах, относящихся к членам церкви, в которой я служу, чтобы те, кто являются членами на бумаге, стали таковыми на деле. Чтобы те, кто являются членами на бумаге, стали таковыми на деле. Для многих это означало удаление от имен из наших списков, хотя не из наших сердец. для других же это означало обновленное посвящение жизни нашей церкви. Новые члены наставляются в вере и в жизни нашей церкви. Многие нынешние члены церкви нуждаются в подобном наставлении и поддержке. По мере того, как мы стремились стать здравой баптистской церковью, какой мы были на протяжении всей истории, количество реально посещающих собрания вновь превысило от числа членов на бумаге. Несомненно, это должно быть и вашим желанием относительно церкви, к которой вы относитесь. Восстановленная практика внимательного членства церкви способствует многим преимуществам. Я вообще столкнулся у нас с членством церкви со списком и я очень некоторые люди у меня есть вопросы непонятные кто они члены церкви или не члены церкви для меня вопросы я до сих пор дал этот вопрос пастору и мне до сих пор не ответили кто является членом церкви из этого списка который я составил а кто не является куда они девались и благодаря этому коронавирусу Бог подтолкнул нас в церкви посмотреть посмотреть на списки и мы увидели я думаю ясно увидели что там бардак на самом деле там порядка нет там непонятно на самом деле есть непонятные члены церкви кто они где они и являются ли они членом церкви тут надо наводить порядок и я периодически молюсь за это и сам понимаю что это сложно но это нужно очень нужно вот это внимательное членство церкви должно быть его у нас особо нет у нас просто человека записали в список и все чаще всего этот человек как бы не под контролем нашим церкви и это хорошо если человек я бы хотел чтобы я был под контролем всей церкви и люди ну у меня получается так что я под контролем в каком-то смысле потому что я служу там за аппаратурой сижу если меня нету за аппаратурой то у людей возникает вопрос ты куда девался что с тобой случилось заболел ли ты там звонят или звонят как правильно и таким образом в каком-то смысле но есть так сказать люди члены церкви которые получается они не подконтрольны они просто посещают уходят посещают они не участвуют в жизни церкви на самом деле и так дальше это сделает наша восстановленная практика внимательного членства церкви способствует многим преимуществам это сделает наше свидетельство нехристианам более четким это точно а также это помешает помешает более слабым овцам забрести подальше от загона и в то же самое время все еще считать себя овцами это способствует более ясному и четкому осуществлению ученичества более зрелых христиан это поможет служителям нашей церкви точнее представлять себе за кого они в действительности ответственны во всем этом прославлен будет бог вообще вот это большое предложение очень хорошее молитесь о том чтобы членство в церкви стало означать нечто большее чем чем то что оно собой представляет на данный момент чтобы нам лучше знать за кого мы несем ответственность чтобы нам молиться за них вдохновлять их и мотивировать на большее нам не следует позволять людям продолжать оставаться членами церкви ввиду сентиментальных соображений с точки зрения Библии подобное членство таковым вовсе не является в уставном соглашении нашей церкви мы также обязуемся что мы же когда переедем из этой местности в иную как можно скорее присоединимся к какой-либо другой церкви где мы будем поддерживать дух завета этой церкви и воплощать принципы слова Божия это посвящение является составной частью здравого ученичества особенно в наш век перемещений и переездов членство в церкви значит быть вовлеченным практическим образом в тело Христа это означает совместное путешествие как пришельцев и странников в этом мире по направлению к нашему небесному дому со всей определенностью нужно отметить что еще одним признаком здоровой церкви является библейское понимание членства церкви вопросы будем вопросы тоже разбирать вопросы для размышления да и первое дает ли Библия в ярко выраженном упоминании списков членов по местной церкви нет было ли косвенное упоминание таковых ну да прочитайте 1 коринфянам 12 14 26 как членство в церкви может способствовать нам христианам выполнению на практике этих обязательств которые мы имеем друг перед другом как тело христово про коринфянам 12 14 16 14 16 17 18 18 22 23 27 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 37 37 38 39 39 40 41 40 40 41 42 42 42 43 43 44 46 47 48 И вы, тело Христово, опоры за нечлены. Это 26. А я это 27 почитал. Так вот это восприятие, правильно восприятие членства церкви, что ты член церкви, тело Христово. Оно будет способствовать тому, что люди, которые крестятся, они будут чувствовать и понимать их ответственность перед церковью, прежде перед Богом, во вторую очередь уже перед церковью. И они будут вовлечены в жизнь церкви. Вообще это должно быть естественным. Человек хочет участвовать в отношениях с верующими. Если он действительно верующий, он хочет с таковыми же общаться, служить, говорить о Христе, восхищаться Христом, любоваться Христом. Автор пишет, что нам следует рассматривать членство в церкви все меньше, как бесконтрольное принятие всех, которое полезно лишь иногда, но все более, как постоянную ответственность, вовлекающую нас в жизнь друг друга ради Евангелия. В свете этого утверждения, позвольте спросить, как большинство ваших членов воспринимает свое членство? Как не обязательно, то есть я не обязательно должен что-то делать, помогать и так далее. У нас так. Каковы обязанности члена церкви? Нет у нас особенно, то есть я на сколько, ну не знаю, по крайней мере на практике особо такого нету. То есть член церкви это просто верующий, все. Должен ли он как-то трудиться в церкви? Особо об этом не говорится. Как исполнение этих обязанностей способствует делу Евангелия? Как исполнение этих обязанностей способствует делу Евангелия? Исполнение обязанностей способствует делу Евангелия в том, что, по крайней мере, это не приводит людей в замешательство, которые... То есть, если ты член церкви, и ты никак не участвуешь в жизни церкви, то для неверующих непонятно, в какая разница тогда, в чем разница. Ну, принял ты членство, а что дальше? И все. И для тех, кто в церкви, ну, христиане, они также, смотря на всю такую картину, они входят в такое заблуждение непонятное, что происходит. Нету ясности вот этой. Третье. Автор считает, что членство в церкви должно быть отображением живого посвящения Христу. В противном случае оно бессмысленно и даже опасно. Почему это оказывается справедливым высказыванием? Как выглядит живое посвящение Христу и его церкви? Ну, опасно, действительно. Лично я на практике такое вижу, что... Что нету членства, нету вот этого ясности в членство церкви и нету вот этих ответственности. Какое-то безответственное, получается, членство церкви. Оно не нужно никому. Ни Богу, ни людям. Такие люди, они часто оказываются неверующие. Такие люди говорят... Такие фразы могут говорить. Хоть они и члены церкви, но они могут говорить. Ну, знаешь, я не считаю, что Библия это истина. Или... Да я не могу поверить, что Бог может отправить в ад неверующих, которые делали добрые дела. Но Библия так утверждает, что много в аду будет хороших людей. Потому что спасение не в хорошести нашей, а в Иисусе Христе, в Его хорошести. То есть в Его заслугах, а не в наших. Вот. Хотя человек может быть членом церкви. То есть... И это опасно. И уже воспринимается... То есть нет особой четкости и ясности в том, кто такой верующий, а кто такой неверующий. И уже говорю, вот такие фразы у нас являются, что ты не можешь определять. Это не твоя задача. Или как... Определять, кто верующий, а кто неверующий. А Библия говорит, ваша задача. Вы должны определять, кто верующий, а кто неверующий. Иначе вы впадете в заблуждение. Иначе вы будете принимать и слушать любого человека, кто бы это ни был. Вот. А такого не должно быть. Вы должны определять, кто уже пророк, а кто настоящий от Бога. То есть проповедник я имею в виду в этом смысле. Вот. Членство в церкви, как пишет об этом автор, является совместным свидетельством церкви о спасении от отдельного взятого человека. Прочитайте Евреям 3.13.17 Библия учит, что от служителей церкви потребуется дать отчет за тех, кто был передан их заботе. Как вы думаете, отчет будет состоять в том утверждении, что человек принял однажды крешение в пользу принятия Христа, или же это будет осознанное свидетельство того, что человек верно приносил плод в благовестии? Второе, конечно. Как это влияет на наше понимание того, кто должен быть в наших членских списках? Это влияет, должно повлиять, по крайней мере, если мы действительно это воспримем всей церковью, или большинством церкви, то мы не будем воспринимать в член церкви любого бесконтрольно. Тогда многие люди отсеются, и не нужно будет лишней работы с такими людьми, которые не возрожденные, а мы пытаемся с ними читать Библию, которые не хотят читать Библию, они вообще считают ее неистиной. Зачем таких людей принимать в член церкви? Пятое, автор перечисляет несколько преимуществ во внимательном составлении членских списков нашей церкви. Как библейское понимание членства в церкви сделает наше свидетельство нехристианским яснее? как библейское понимание членства в церкви сделает наше свидетельство не христианам яснее. А, не христианам яснее. То есть, когда будет ясность в церкви, кто такой член церкви, что это не просто в списке, это настоящий верующий, участвующий в жизни церкви, реальный участвующий в жизни церкви. Так, если для не христианина это будет ясно и понятно, тогда, скорее всего, такие люди не захотят вообще креститься. Они будут отказываться от того, чтобы креститься, потому что будут понимать, что за этим стоит ответственность, что они не просто принимают, входят или становятся членами церкви, но на них возлагается ответственность. И для верующего, настоящего верующего, это радость. Это он хочет участвовать в церкви, в жизни церкви. Для неверующего это будет такая тягость, это такая будет проблема. Зачем мне это найти? Я вот хочу стать членом церкви. А, еще, кстати, многие могут принимать членство церкви для того, чтобы просто жениться или замуж выйти. Потому что не дают разрешения не членам церкви, то есть, если ты никакой, не являешься членом определенной какой-то церкви, то ты не можешь жениться. То есть, человек думает, ага, значит, чтобы жениться, мне надо просто стать членом церкви. Хорошо, я стану членом церкви. Вот. И такое восприятие, оно, конечно, ложное. Богу это не нужно вообще. Насколько более трудным это сделает наш для немощных христиан отбиться от стада и в то же самое время все еще считать себя христианами. Да. Вот эта ясность, она дает понимать, что если ты грешишь, как мне одна православная говорила, но когда что, греши, греши, и все равно попадешь в рай. Я сказал ей, что... Я бы сказал так, что этот человек никогда не имел спасения. То есть, он не потерял спасение, он просто его никогда не имел. Если он греши, 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 и все нормально. Меня это устраивает. Так. Каким образом это способствует зрелым христианам формировать и прояснить потребность в ученичестве? Каким образом это способствует зрелым христианам формировать и прояснить или прояснять потребность в ученичестве потребность в ученичестве вообще вот это членство церкви вот эта идея тема очень связан с ученичеством действительно с правильным библейским восприятием членство церкви и когда член церкви когда человек принимает крещение становится член церкви он должен воспринимать и понимать что он хочет учиться он хочет чтобы его наставляли вот и таких людей которые не хотят учиться и говорят я просто хочу креститься и все я вот просто мне эгоистичные мотивы я вот честно говорю мне просто эгоистичные мотивы таких не надо крестить вот и а те которые принимают если будет вот это ясности понимание что слушать и становишься член церкви хорошо но ты понимаешь ты должен понимать что ты ты ответственным перед богом и церковью и ты хочешь служить и реально практически участвовать в жизни церкви если человек вот когда принимает членца церкви входит какую-то в церкви если у него это будет ясно и вот это восприятие понимание то такие люди которые крестятся у нас будет воспринимание что эти люди нуждаются в ученичестве и продолжение чтобы их учить короче говоря вот 10 человек допустим крестились у нас к примеру то мы должны наставлять как то то есть и мы об этом будем думать значит это будет это наша нужда на самом деле и это важная но очень нужна ученичество ну на этом все сегодня